Каждый год в мире проходит огромное множество конкурсов красоты. Совсем недавно в нашем городе организаторы конкурса «Королева Тулы» провели первый объединенный фестиваль красоты, моды, творчества и таланта наследия Тулы. Данный фестиваль – замечательная возможность представить культуру и традиции нашего региона. И теперь двери в международных фестивалях красоты открыт для разных возрастных категорий. Начиная от самых юных талантов – деток в возрасте от 3 лет до миссис 35 лет. Фестиваль наследия Тулы – это действительно тот фестиваль, который несет новый формат. Он отличается от стандартных и привычных конкурсов красоты тем, что мы рассматриваем не просто внешнюю красоту участника, мы рассматриваем его внутренний мир, его таланты, его цели на будущее, его желание и стремление развиваться. «Опыт есть». В Туле это в тройке проходил, по Туле в Синюючасты, в Москве в основном. Это на Арбате был показ последний, ну и неделя моды, вот это МКММ. Ну это такое мероприятие, я очень волновалась, готовилась, я исполняю песню, вот очень красивую. Данил помогает мне в этом, я даже волнуюсь. Фестиваль наследия Тулы – это фестиваль, который предназначен не только в Синюючасты, но и в Синючасты, но и в Синючасты. Определенно для какой-либо категории возрастной, это действительно тот фестиваль, который предназначен для разных возрастных категорий. То есть в нем принимают участие детки от трех лет до шести, это первая возрастная категория. Далее детки от шести до одиннадцати, до двенадцати лет. И привычная всем нам категория девушек и юноши в возрасте от пятнадцати до двадцати лет. Также наш фестиваль наполнили участницы и возрастной категории от двадцати, от двадцати шести лет. Это и мисс, и миссис, то есть замужние девушки, уже имеющие детей. Несмотря на это, они очень талантливые и находят время для того, чтобы развиваться. Я занимаюсь руссконародными танцами, и у нас сегодня шоу талантов нужно как-то себя показать. Я выбрала этот костюм, потому что он очень гармоничный, и он руссконародный костюм. Победители достойно представят Россию на всероссийских и международных фестивалях. Финал проводится по классическим канонам фестивалей красоты и талантов с элементами шоу-программы. Я готовилась, во-первых, дома, потому что были постоянно репетиции допоздна, и мы постоянно гоняли, 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 но дома приходилось отрабатывать все свои движения, чтобы наверняка все было хорошо. И плюс эмоции, это самое главное. Потом, когда приходишь сюда, просто передаешь все эти эмоции в зал. Вот так вот. Ну, я решил попробовать, и вообще я дома тренировался, потом еще здесь у нас были, то есть репетиции. И потом, может быть, продолжить дальше свою карьеру по этому делу. Сейчас вот во всем фестивале, также и в конкурсе. Ну, у меня все в одном. Получается, я такой человек, который разнообразен, везде все пробую, что получается. Значит, если получается, значит, надо идти дальше по этому направлению. И, как говорится, какая-либо была преграда, ее надо обойти так, чтобы она оказалась сзади тебя. По итогам финала жюри определяет победителя в каждой возрастной категории. А также финалистов, занявших второе и третье места. В состав жюри входят люди из разных отраслей. Это и творческие направления, это и технические направления. То есть это действительно те люди, которые смогут по достоинству оценить и сценическое мастерство наших участников, а также оценить их таланты. Но самое главное, что фестиваль «Наследие Тулы» отличается от привычных фестивалей тем, что это действительно та самая стартовая ступень, которая дает начало для развития наших участников и на российском уровне, и на международном уровне. На самом деле я очень благодарна этому обучению, благодарна Наталье, потому что это непризываемые ощущения, это ценный опыт, это действительно мне очень нужно в жизни. Теперь я чувствую себя настоящей профессиональной моделью. Это действительно очень здорово, очень благодарна. Мы трудились очень-очень-очень долго, очень усердно. Честно, даже я не могла представить, что я могу занять такое звание, как бы, не знаю, я была неуверена в себе, а после этого звания я стала очень сильно уверена в себе, поэтому я вот стала мисс Азия 2015 года. Из истории конкурса. 12 победителей 2014-2015 годов регионального этапа приняли участие в международных финалах престижных конкурсов красоты и талантов по всему миру. В Непале, Южной Корее, Албании и Индии. В России финалисты конкурса представляли коллекции популярных дизайнеров на московской и российской неделе моды. Участвовали в фотосъемках для известных журналов. Главный приз нашего фестиваля – это поездка на один из популярнейших и престижнейших международных фестивалей моды, красоты и таланта, который будет проходить в Южной Корее.